Сегодня в этой студии вместе с экспертами мы пытаемся понять, насколько далеко Казахстан шагнул в цифровизации школьного образования, сколько денег на это потрачено и когда, наконец, наши дети избавятся от многокилограммовых рюкзаков, заменив планшетами. Мы смотрим ток-шоу «Итоги» и мы начинаем. Вот о цифровизации казахстанского образования говорят достаточно давно, причем как в профессиональном сообществе, так и на самом верху. Ежегодно на образование в стране выделяют сотни миллиардов бюджетных тенге, в том числе на печатание книг, методичек, пособий и так далее. Эксперты уже продолжительное время говорят о том, что необходимо внедрить цифровизацию в образовательный процесс, однако на деле при вливании бюджетных средств мы получили еле живые проекты электронных дневников. На этом пока все. Хотя не так давно министр просвещения Гани Бесимбаев доложил главе государства о том, что все учебники переведены в цифровой формат. Однако, что конкретно имеет в виду министр, на сайте Аккорды не уточняет. Так когда можно будет с уверенностью сказать, что казахстанское образование цифровано, и когда тяжелые учебники заменят планшетом? Об этом мы не только обсудим сегодня с нашими гостями. Предлагаю присоединиться к нашей дискуссии. И вам, дорогие наши телезрители, отсканируйте QR-код и пройдите по ссылке в мессенджер, где сможете написать к нам в прямой эфир. А еще к нам можно позвонить. Телефон вы видите сейчас на экране. Комментируйте и делитесь своим мнением. Ну, а я представляю наших сегодняшних гостей. У нас в студии Екатерина Смышляева, депутат Мажориса Парламента Казахстана, Рустем Ирбатыров, координатор Центра поддержки цифрового правительства, Евгений Перетолчин, учитель начальных классов, менеджер по цифровизации школы-гимназии номер 91, Максудбек Айтмаганвет, председатель общественного объединения союза отцов, эксперт в сфере образования. Вам добрый вечер. Спасибо, что пришли. Также с нами будет на онлайн-связи Рашид Белгибаев, руководитель офиса цифровой трансформации Северо-Казахстанского университета имени Казыбаева. Рашид, добрый вечер. Как слышите? Добрый вечер, Сергей, уважаемые коллеги. Все хорошо слышно. Мы вас тоже и слышим, и видим замечательно. Спасибо, что присоединились. Давайте с самого главного. Существует ли отдельная у нас госпрограмма по цифровизации школьного образования? На сегодняшний день в соответствии с поручением главы государства Центром поддержки цифрового правительства Минцифрой совместно с Министерством просвещения разработана карта цифровой трансформации, предполагающая стратегическое направление цифровой трансформации отраслей в плановый период. То есть данная карта цифровой трансформации предполагает цифровую трансформацию отрасли через призму имеющихся субъектов и объектов... Это госпрограмма? Нет. Нет, это имеющийся стратегический документ, в рамках которого в плановый период, в определенный плановый период проводится цифровая трансформация. Значит, есть госпрограмма цифровизации Казахстана. То есть отдельной госпрограммы цифровизации образования не существует, правильно? Как таковых государственных программ, в целом мы же от программы перешли к проектному управлению, Сергей. На тот момент программа цифровой Казахстан, глобальная, которая была, она уже в тот момент завершала свою реализацию. Сейчас отдельными проектами в части инфраструктуры и так далее это государственные уровни документы. Что касается цифровой трансформации, то цифровизация же такая проникающая история. То есть когда мы говорим о цифровизации, то есть она, по идее, должна сидеть в каждой отраслевой, в каждых отраслевых задачах отдельно и глобально сидеть в плане, значит, Министерства цифрового развития, которое задает политику в области цифровизации. Поэтому здесь речь не о государственных программах, там, проектах и так далее. Здесь речь о оперативном документе. Ну, там есть стратегические элементы, но в целом он оперативный. Пересмотр бизнес-процессов отраслей, вот этим ЦПЦП и занимается, в принципе, Центр поддержки цифрового правительства. Для каждой отрасли, прежде чем наложить любой цифровой инструмент, нужно сначала оптимизировать все процессы в самой отрасли, в том числе в отрасли образования. Этим занимаются в рамках карты цифровой трансформации, а затем подбирают соответствующие цифровые инструменты. Хорошо. Насколько далеко или глубоко мы проникли в цифровизации образования? Трансформация сама по себе, как пересмотр бизнес-процессов, она проникает очень глубоко до самого основания. Другой вопрос. После того, как цифровая трансформация отрасли, ну, в смысле, карта ее составлена, бизнес-процессы пересмотрены, как быстро, значит, они, в общем-то, находят эти рекомендации и пересмотрят, находят практическое применение. Потому что это связано с изменением законодательства, это связано с изменением регуляторных актов самого министерства, это связано с сокращением или увеличением бизнес-процессов, это связано со штатами и так далее. То есть это очень, на самом деле, сложный процесс. Вот это... Но никто не говорит, что это будет легко. Просто мы цифровизируем уже очень давно, но никак все глубину вот эту померить мы никак не можем. Насколько глубоко все зашло? Ну, по-живому уже, Сергей, цифровизируем. Вы же понимаете, что... Почти теперь. Я всегда говорю, что цифровики, вот особенно центр поддержки цифрового правительства, это такие люди, которым нужна дополнительная охрана, потому что у них, они на самом деле в процессе пересмотра бизнес-процессов очень много вещей убирают ненужных, очень много вещей закрытых убирают, то есть более транспарентными становятся бизнес-процессы, участие человека исключается во многих вещах. То есть правильно я понимаю, что есть силы, которые противятся цифровизации? Всегда есть, это однозначно, Сергей. Это, ну... Поэтому мы сколько медленно идем к этому? Нет, не поэтому. Но поэтому в том числе в каких-то определенных вопросах, но в целом причин достаточно много. А потом скорость, насколько медленно или быстро, ну, нужно оценивать по каждой отрасли отдельно, я полагаю. Хорошо, тогда давайте о видении. Разрешите, да, вот дополнение хотел бы сказать, да, как раз таки, как и вот Евгений сказал, да, касательно последовательности. В целом сейчас сама карта предполагает новые подходы именно к цифровой трансформации через призму реинжиниринга. Сама цифровая трансформация предполагает именно переход, да, так скажем, от госуслуг к жизненным ситуациям. То есть мы сейчас трансформируем бизнес-процессы согласно последовательности. Есть системность подходов, да, которые выстраиваются вокруг именно жизненного цикла гражданина. То есть мы отходим от того, что, допустим, граждается гражданин, ему там присваивается какой-то ИИН. Далее он, допустим, зачисляется в дошкольную организацию. Там также данный процесс, посредством данного процесса, информационная система наполняется и обогащается за счет, какими-то данными за счет прохождения этого процесса. Допустим, постановка в очередь, зачисление в дошкольную организацию. То есть на этом этапе мы уже имеем определенный пул данных. В последующем, да, уже мы пул данных наполняем, в последующем следующий жизненный цикл этого гражданина – это, например, зачисление в школу, то есть в первый класс. То есть исходя из этих параметров, мы уже можем определять, да, то есть имея там данные по его родителям, по самому, допустим, школьнику, его местожительству, мы уже как государство можем в проактивном формате, беззаявочном, да, имеется в виду, да. Ну, сейчас эти процессы как раз-таки были пересмотрены, как раз-таки то, что Екатерина Васильевна сейчас говорила, о подходах. Мы сейчас, в принципе, эти процессы… Просто про эти подходы говорят уже не первый год. Да, ну, смотрите, допустим, если мы говорим про последовательность, были процессы по рождению ребенка, да, там, по присвоению… Это называется цифровая карта семьи, то есть то, что вы сейчас занимаетесь… Ну, нет, цифровая карта семьи – это как раз-таки немножко иное, да, которое там, скажем, выявляет определенный статус семьи, например. По большей социальной помощи. Да, в большей социальной сфере. У нас цифровая карта трансформации – это документ, предполагающий последовательную трансформацию именно отрасли. То есть мы можем сейчас зайти, например, да, скажем, трансформировать процесс обучения, да, скажем, в школе. Но, допустим, не рассмотрев процессы зачисления в школу, это будет бессмысленно и преждевременно, потому что именно в части наполнения данных, то есть данные – это основа, да, на основе которых мы можем в проактиве принимать какие-то решения, в том числе в автоматическом формате. Понимаете, мы сейчас вот начинаем зарываться. Можно нас… Прямо очень сильно зарываться. Мы говорим сейчас не про образовательный процесс, то есть мы говорим в общем об образовании. Прообразовательный процесс. Да, это подход, трансформация. Сейчас, когда с садика выходит, ребенок приходит к нам в школу, у нас уже есть личная карта прямо у него, она в базе на ВД хранится, и там есть, например, личная карта, характеристика на него, есть на него информация, что он, например, знает и куда дальше двигаться. Это уже есть. С бумажным варианта вам уже не сдают? Нет. Как не сдают? Нет. Все точно так не сдают? Сдают или не сдают? Нет, не сдают. То есть в этом году те, кто пошли в первый класс, бумажным варианте сдавали или не сдавали? Кому как удобно? Как я знаю, в основном родители до сих пор... Нет, ну как понять, кому как удобно? Если на моего ребенка у вас в школе уже есть все данные, зачем мне нужно повторно нанести? Ксерокопии, копии, фотографии? Ну фотографии ладно. Мы об этом и говорим. То есть до сих пор, как по крайней мере мы видим, со стороны именно родителей, до сих пор школы требуют, чтобы принесли все документы наручно, то есть сдали наручно и так далее, и так далее. Мы говорим о том, что с первых дней, что все это было документоборот, чтобы был цифровой. Это уже сделано, это уже есть в школах? Наверное, на 50% я могу ответить, потому что... Давайте так. На сегодняшний день министерством просвещения реализуются эти кейсы. На сколько процентов сейчас уже готово? Давайте по государственным школам хотя бы. На 20%, на 80%. Есть у вас какой-то замер? Ну замеры, конечно, ведутся. А с вашим министерством было бы хорошо, если бы они на этот вопрос. Я просто не хочу за них отвечать. Тем не менее, если мы говорим сейчас в целом о цифровой трансформации отрасли, мы бы как раз-таки подчеркиваем о том, что сейчас есть такие подходы, и они реализуются. Есть хорошие примеры, по большому счету, сейчас зачисление в дошкольной организации. То есть есть проблема, скажем, люди жалуются, например, нехватка мест, непрозрачное движение очереди, скажем. Бывает такое, что очередь должна как бы вперед идти. А что изменилось? А бывает, допустим, а бывает по факту такое, что очередь в обратном порядке идет. Сейчас, допустим, был проведен соответствующий пилот. То есть мы когда рассматривали процессы, мы смотрели и начали разматывать вот эту проблематику зачислений, мы пошли дальше. То есть сам процесс, в принципе, автоматизированный. Но в чем суть проблемы? Проблема как раз-таки основывается в механизмах формирования очереди. Люди говорят, что там нет места и так далее. В этой связи мы процессы кардинально пересмотрели и дали людям выбор. То есть сейчас, допустим, пилотируется ваучерная система по зачислению в детский садик. Вам выдается ваучер, и вы выбираете абсолютно любой детский садик, который оказывает услуги в рамках государственной дотации, если там есть места. То есть если ранее вам говорили, вот, там, Евгений, да, есть место там в первом садике, вы говорите... Мы сейчас опять начинаем углубляться в дошкольное образование. Я все-таки хотел про школьное образование поговорить. Вот внедряйте, внедряйте, но пока в дошкольном даже образовании это пока незаметно. Но пока, по крайней мере. Так же жалобы идут. Давайте мы, Рашид, подключим к нашему разговору. Как у него видение на все происходящее? Сергей, большое спасибо за предоставленное слово. Я являюсь одним из, наверное, старейших в Казахстане цифровизаторов сферы образования. В 2010 году мы в Карагандинской области запустили первую масштабную электронную школу на тот период. В дальнейшем мы конкурировали с республиканским проектом «Елёнин». И видели, как эта работа ведется. И на сегодняшний день, я считаю, надо признавать то, что сделано, быть благодарным этому опыту и продолжать работу на системной основе. Цифровизация вообще сводится к обеспечению каких-то сервисных необходимостей для образования, о которых коллеги сейчас говорят. Это цифровизация документооборота. И другой пласт работы, скорее, более важный и более сложный, это цифровизация непосредственно учебного процесса. Но здесь важно понимать, что такие, скажем, шаблоны, как когда мы заменим учебники на планшеты, это немножечко грубовато, потому что всё образование не сводится к цифровым учебникам или к каким-то таким цифровым ноу-хау. На самом деле образовательный процесс – это очень сложная комбинация, в которой… Ну, хорошо, давайте начнём с простого. Хотя бы разгрузим наших учеников. Чтобы вот эти малютки, которые там с первого класса идут, несут на себе сзади себя чемодан такой большой, зачем оно, это всё надо? То есть мы живём в 21 веке. Про планшеты говорят уже не первый год, что давайте мы всё переведём в цифровой формат, все учебники, но вот и ныне там, опять же, повторюсь. Сергей, я согласен с вами в плане того, что у детей тяжёлые портфели, но тяжесть портфелей можно решать и бумажными учебниками, например, выпуская более мелкого формата учебнички, которые можно было бы раз в четверть менять. И это не приходит только к формату электронного. Бумажными средствами… Но получим ли мы таким образом экономию? То есть мы можем делать и на четыре листах распечатывать? Сергей, мы с вами хотим экономить или мы хотим… Нет, мы хотим, чтобы было хорошо и в то же время было дёшево. Вот так вот. Согласен. Хочется и хорошо, и дёшево, но здесь надо… Мы сейчас не говорим про интерактивные даже учебники, мы говорим про тот формат, который есть уже, но просто передать на планшеты, просто их вот сделать. Купить планшеты может в итоге выйти дороже, чем печатать те же самые. Вы думаете? То есть у них вот сейчас у меня сын в третьем классе, по-моему, 20 учебников выдали. Если посчитать, наверное, это тысяч на 80 точно ему выдали, а может быть даже на 100 тысяч. Это за каждый год. А чем старше класс, тем больше учебников, тем больше литературы. Более того, я вам скажу, что если у нас каждый год-два там меняют, какие-то ошибки находят, исправляют, в цифровом формате это было бы намного легче, к примеру, это сделать. То есть это дешевле было бы, правильно? Не выпускать новые учебники. Нет, Сергей, нет, Сергей. Потому что сегодня, когда коллеги говорят о том, что учебники есть в цифровом виде, это обуславливается одним простым моментом, нюансом. Перед тем, как напечатать учебник, его надо выпустить цифровой макет. И можно подумать, что можно было бы экономить на том, чтобы не печатать этот учебник, но вопрос заключается в том, для какого возраста мы с вами собираемся его использовать. Например, дети в начальной школе, им, безусловно, лучше давать учебники в бумажном виде. Далее мы с вами, сегодня доподлинно, я думаю, наши с вами ученые и коллеги однозначно не подтвердят, что электронные учебники это добро или зло. Потому что это упирается еще и в вопросы сохранения здоровья детей, формирования здоровой нации. Ну, так называемые читалки, которые на чернилах, которые сделаны. Да, глаз абсолютно безвредный, та же самая бумага. Это все дискуссионные вопросы. Вот, их действительно можно обсуждать, и их надо обсуждать в кругу с учеными. То есть, пока еще говорите об этом очень рано. Я правильно вас понимаю? Я бы сказал, что это вопрос сложный. И вопрос не в том, рано или не рано, но вопрос в том, чтобы делать это с учетом возрастных особенностей детей, их психологических особенностей, степени готовности наших учителей к применению этих технологий. Ну, смотрите, мы цифровую грамотность, вот, по моему взгляду, совершенно ненужный предмет, мы изучаем с первого класса. Цифровая грамотность. То есть, ребенок познает азы работы с компьютером уже в первом классе, а вы говорите ему не давать планшет. Я поддерживаю в деталях вопросы к специалистам касательно того, как сформирован, например, государственный образовательный стандарт. Но в любом случае мы с вами должны понимать, что это все документы, которые приняты с участием наших с вами ученых. И здесь это все серьезно прорабатывается, поэтому надо, наверное, органам, которые занимаются просветительской работой, просвещать в том числе и нас с вами, как родителей, да, и представителей общественности. Здесь, наверное, больше надо... Рашид, но мы же не первопроходцы в этом деле. Давайте так вот, откровенно. То есть весь цивилизованный мир, то есть дети свободно получают знания через планшеты, а мы вот как-то вот боимся. Когда в свое время мы с коллегами писали концепцию цифровизации образования до 2020 года, и анализируя международный опыт, мы столкнулись с тем, что в таких, например, передовых странах, как Южная Корея, Сингапур, которые в то время были у всех на уста, представители образования сталкивались с тем, что признавали ошибку, когда они айтишникам дали огульно, да, все это цифровизировать, и оказалось, что многие нюансы, которые касаются непосредственно самих психологических особенностей детей, педагогики, это все было упущено и отдано на откуп типа умным ребятам. На самом деле это сложные вопросы, которые должны решаться системно, поступательно. Здесь, конечно, я как представитель отрасли, как гражданин, вижу нюансы, которые и хороши, и, может быть, временами неуместны, но надо признавать, что наша страна движется в этом направлении, и где-то ошибаемся, где-то есть успехи. И надо походить и считать... Но мы движемся, насколько я знаю, с 2007 года. То есть о цифровизации заговорили еще в далеких 2000-х годах. Задумались. И мы вот все движемся, движемся. Вы абсолютно правы. Но это было время, когда, например, в школах мы могли с вами внедрение цифровой техники могли рассчитывать, например, когда на один компьютер приходилось по 50-60 детей. Сегодня, например, когда мы с вами смотрим эти показатели, они совсем другие. К тому же за это время в тех же западных странах, о которых вы упоминали, пришли к формату, например, Biot, это Bring Your Own Device, когда в учебном процессе можно использовать собственные девайсы. И в нашем случае, я думаю, когда вы говорите о том, чтобы каждый ребенок приходил в школу с планшетом, надо задаваться вопросом, а кто будет оплачивать эти планшеты? Родители или школа? Если школа, то это будут большие сложности с реализацией этих проектов за счет государственных средств. А если родители, то вы отлично знаете, что не каждый родитель... Ну как сложности, если мы заменим? Хорошо, Рашид, я вас понял. Макс Убеков, вы как, согласны или нет? То есть мы тратим сотни миллиардов тенге на каждый год на печатание учебников? Нет, на самом деле такая ситуация, 100% что цифровизация не заменит учебники. Мне кажется, это понятно. То, что на самом деле с первого класса детей приучать к цифровым гаджетам, это тоже с одной стороны неправильно. К примеру, опять же, взять те же страны, УСР или тот же, допустим, США, у них разрешается 10-15 минут в день работать с гаджетами. У них есть специальная программа, где они до сих пор раздают Chromebook. То есть детям дают самый легкий вариант гаджета. Они работают, но когда они его используют? Они его используют только тогда, когда максимально есть геймификация. Когда ребенок не просто смотрит, а глазами двигает, играется с кем-то. То есть когда есть метод геймификации, да, они используют. Когда нужно будет интерактив, да, используют. Кахут программы, да, они используют. Только тогда, когда можно максимально ребенка, то есть пошевелить, да, чтобы он двигался, тогда можно. Но сидеть, допустим, те же, к примеру, 45 минут за, допустим, гаджетом, это на самом деле неправильно. Поэтому я и говорю, что... Но они 45 минут все равно не сидят за книжкой. Нет, да, понятно. Поэтому единственное, я согласен с экспертом, то, что на самом деле эти учебники можно было бы разделить по хотя бы первой четверти, вторая четверти и сделать небольшими книжками. Либо же, опять же, да, мировой опыт. Это у нас такая цифровизация будет? Нет, нет, смотрите, нет. Это тоже... Это легче, потому что, если мы говорим про здоровье, если мы говорим про то, что постоянно носят с собой, допустим, да, те же книги. Можно будет, на самом деле, разделить по четверть... То есть первая четверть книжек, вторая четверть и так далее. Но, конечно, мы не должны уходить вообще от цифровизации. Понятное дело, что в стране очень многое сделано. Вот только что правильно было сказано, на верхнем уровне, да, сделано. Цифровизация, на самом деле, хорошо идет. Но насколько мы, родители, это ощущаем, насколько учителя это ощущают, насколько ребенок это ощущает. Почему? До сих пор приходится, допустим, нарочно сдавать какие-то документы, хотя до сих пор нету тоже, допустим, системы LMS. То есть мы видим, что где-то есть кундиолог, но там в основном оценки. Но хотелось бы, допустим, элементарно, сейчас зайдите на сайт любой, допустим, школы. Вообще на сайтах школы, опять же, есть международный опыт, я, по крайней мере, США могу сказать, что у них на сайте, вот заходите, допустим, первый класс, первый класс, на первом классе все книги уже есть, второй класс, все, допустим, учебники второго класса есть. У нас этого нет. То есть у нас где-то все это нужно искать. То есть вот это вот проблема. Взаимодействие с родителями. Зашли новую версию Кунделика купите, там все будет. Там есть и плюс ОКУЛУК зашли, все учебники с 1 по 11 класс полностью, книги есть. Не надо искать ничего. Вопрос, коллеги, мы немножко ушли в учебники, на самом деле цифровизация это не про учебники. Вот даже тот вариант, что мы сейчас будем печатать или не будем печатать, вот эта электронная копия, то есть образ будущего учебника, он на самом деле это не цифровой учебник. Цифровой учебник это проактивность, цифровой это интерфейс определенный, причем интерфейс должен разрабатываться, подбираться, исходя из возрастных особенностей ребенка, чтобы он его воспринял так, как сейчас оценивается бумажный учебник. То есть это на самом деле задача очень нетривиальная. Но в целом цифровизация, мы начинали говорить о ней в 6-7 году, это процесс комплексный. То есть вместе с применением технологий, вот с цифровизацией хаоса можно справиться год за три. Мне процессники не дадут соврать. Мы за 14 лет справились. На все подряд просто наложить цифровые инструменты и все. В 2020 году поняли, что у нас много баз, которые никак с собой не коррелируются. Не совсем так. Сама цифровизация это процесс, который предполагает параллельное развитие инфраструктуры. Вот мы сегодня говорим, давайте полностью от бумаги откажемся. Я вам хочу сказать, что мы ни в одном законе полностью от бумаги отказаться не готовы. По той простой причине, что у нас до сих пор есть населенные пункты, где нет доступа, например, к интернету достойного. Есть у нас школы, которые не до конца там оснащены или оборудованы. Сегодня этот процесс идет. То есть есть семьи, в которых нет возможности приобрести гаджеты. Я хочу вам сказать, что вот это цифровое неравенство при определенной гонке в цифровизации, оно, ее достаточно серьезный побочный эффект. И в принципе определенная осторожность имеется. То есть должно развиваться все параллельно. Вопрос безопасности. Вот мы сегодня видим, когда цифра глубоко заходит в вопросы, например, проактива, а тут палка о двух концах. Что значит проактивная услуга? Это значит, что вас не спрашивают. Они спрашивают родителя, что там делают с данным его ребенка. Они просто мигрируют, к ним обращаются, они мигрируют с одной базы в другую для того, чтобы принять в отношении него решение, о котором вы не просили. Вот это проактив, понимаете? Мы хотим, чтобы было сервисно. Мы хотим, чтобы это было быстро. Но мы хотим, чтобы это еще и безопасно было. И чтобы это как-то соприкасалось с правами человека, понимаете? Поэтому говорить о том, что медленно какие-то процессы идут, да, есть где-то человеческие факторы, да, есть где-то там... То есть мы можем взять какую-то готовую модель с тех же США, Южной Кореи, Снегакура? Не можем, потому что система общественных отношений у нас другая. Понимаете? Любые цифровые инструменты накладываются на классическую систему общественных отношений, которые сложились именно в нашей юрисдикции, в нашем государстве. Если мы возьмем США, там, понимаете, есть от ментальных особенностей восприятия той или иной системы до технических, понимаете? Колесо заново делать? Зачем его делать? Либо же взять и что-то потом уже менять в процессе. Нет, опыт частями, опыт, просто нужно самый подходящий, ближе к вам брать. Но частями и адаптируют под нашу систему. Такое отсорсное решение, что есть в принципе в мире. Этим цифровики любят и умеют заниматься, это правильно, потому что это качественное решение. Даже как вы про книги сказали, постепенно сейчас у нас топик, опики есть. Там же у нас уже оцифрованы книги, там есть задания различные. На маше задание, например, выдаем через опик, топик. У нас во всех школах есть опик и топик. Потом еще есть базовая вещь. Должен быть выбор. Вот мы сегодня не говорим пока еще о том, о той категории граждан, которые не хотят полной оцифровки своей жизни. А они есть. И на самом деле, вот как бы в мире этот контингент, он сегодня растет. Если я не хочу предоставлять, то есть что в электронном виде, допустим, мои документы там кто-то запрашивал. Я хочу принести в школу бумажную копию. Мне должен быть выбор, почему нет? Они же получили фактический доступ к образованию, я могу получить тогда, когда я предоставлю свои данные. Я предоставить должна иметь возможность их в любом виде. Вот сейчас на сайтах регистрации по дополнительному образованию, значит, ну, артспорт уже забыли, но в смысле имеется в виду по такому же принципу сейчас работают другие, да, сайты, которые предоставляют там на портале, нужно регистрироваться, получать и так далее. Вот элементарно, прихожу в учреждение дополнительного образования, говорю, я хочу сдать пакет, ну, это называется контрольная закупка, да, мы как законодатели должны какие-то вещи просто просматривать. Я говорю, можно я в пакет бумажный сдам? Они говорят, нет, мы бумажную вас не возьмем, идите на сайте регистрируйтесь. Я говорю, ну, я не смогу вот на сайте. Они говорят, ну, как бы ваши проблемы. То есть мой ребенок не получит доступ к доп. образованию, если я через сайт не зарегистрировал. Это неправильно. То есть вот эти траектории мы тоже должны понимать, оценивать и учитывать. Но в проактивном режиме вас регистрируют и все, если мы говорим. То есть от нас не требуют уже. Это если проактив. Да, проактив. Ну, вы же должны изъявить желание, понимаете. В той же самой организации образования здесь по-любому заявительный порядок останется. То есть если обязательно требовали, например, там, да, выдачу удостоверения в 16 лет, обязательно вас выдадут, допустим, проактивно. Ну, допустим, как среднее образование, да, например, гарантируется Конституцией, да. Дошкольное образование, ну, оно по выбору. Кто-то отдает детей в садике, кто-то не отдает. Но я же не могу теперь ребенка в очередь поставить без разрешения родителей. В этой связи мы просто проактивно делаем соответствующие уведомления. Как государство мы предлагаем с учетом определенных набора данных, да, имели... А почему проактивно вы не можете поставить? Ну, я откажусь. Моя очередь пропадет и все. Нет, ну, в любом случае мы же должны учитывать ваши интересы. То есть без вашего разрешения мы сейчас не сможем взять и вас поставить в очередь. Зачем? Вы потом там проживаете жизнь, узнаете, что, оказывается, в какой-то очереди состоите. Ну, конечно, разные моменты бывают. То есть и отношения к гражданам... Вы знаете, думаю, родители не будут сильно переживать, если они не хотят отдавать своего ребенка в садик, что у них очередь где-то там сдвинется. Для этого вы же понимаете, что поставить в очередь, то есть система без вашего ведома получит пакет персональных данных вашего ребенка, пакет ваших персональных данных. У вас уведомления при этом, если это проактивная услуга, то есть автоматическая передача произойдет, то есть информация, она не будет происходить. А у нас уведомительный порядок, согласительный порядок используют в вашем доме. Хорошо, с точки зрения педагогов, цифровизация как должна проходить? Цифровизация считается важнейшим компонентом подготовки. Ну, в целом, вначале нужно к ним подготовиться, подготовить педагогов. Не так, что сразу дали задание и все, и пошли. Вначале подготовить педагогов. У нас, например, по нашей школе, давайте сравним, мы внутри школы проводим мастер-классы, обучаем, потом только уже, например, даже ввели мы топик пару лет назад и обучили педагогов. Теперь они пользуются. Если постепенно вводить, то оно все равно, цифровизация идет в гору. А если не вводить, то оно и не пойдет. Хорошо. Ознакомление еще что нужно? По вашему мнению цифровизации, чтобы это было удобно и педагогам, и вашим поскористкам? Высокоскоростной интернет должен быть в школах. Это обязательно. И также обязательно должна быть техника в школах. Крадцы в рога карте это прописано. Закупать панели, закупать компьютеры и оборудованные классы. Также, например, робототехника и STEM сейчас у нас прям во всех школах, чтобы было развитие лучше и интереснее. 3D-моделирование. Ну, Сергей, вы что хотели бы для своих детей? Конечно, да, выбор должен быть. Я согласен, да, выбор должен быть. Но максимально нужно давать именно цифровый вариант. Почему? Потому что все равно люди 90% хотят все это, чтобы было быстро, удобно. То есть нужно понимать, что нужен комфорт. Но комфорт правильно было сказано. Здесь не только для родителей он нужен, но и для учителей должен быть. Опять же, мы очень часто забываем родителей. Потому что мы говорим про интерактив, вообще общение между учителями и детьми. Но родители остаются. Поэтому нужно будет вся цифровизация. То есть не должна забывать и родительскую сообщество. Это очень важно. Чтобы родители тоже были в курсе вот этого системы. Ну что ж, вам всем большое спасибо. На этом, к сожалению, и все.